Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Мы сделали, сказал Александр Цибульский. Парламентарии на заседании комиссии по бюджету поддержали инициативу в Рио губернатора и заложили в бюджет 2018 года 11,3 миллиона рублей. На эти средства будет готовиться проектно-сметная документация. Профильный департамент приступит к разработке документации в первом квартале 2018 года и должен будет выполнить работу до конца года. Саму школу-сад планируется построить в 2019-2020 годах. Одобрили депутаты ещё одну инициативу Александра Цибульского – субсидировать доставку продуктов в Амдерму. О перебоях с поставкой провизии в посёлок рассказали жители в ходе визита главы региона в Амдерму. Как один из труднодоступных населённых пунктов, где также проблема с доставкой, предлагаем Амдерму включить в сумму по субсидиям, где у нас колгоев и вальгач. Государственная поддержка позволит предпринимателям Амдермы обеспечить бесперебойное снабжение продовольственными товарами по доступным ценам. Обсудили на заседании и расходы на другие нужды. В частности, закупка компьютеров для ситуационного центра Дворца культуры Арктика. Там необходимо заменить 40 компьютеров на сумму 6,36 миллиона рублей. Для издательского дома будет закуплена новая печатная машина для выпуска окружной газеты «Нярия Навиндер» на сумму почти 6 миллионов рублей. Рассмотрение бюджета продолжится на следующих комиссиях. Валентина Чибичек, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В собрании депутатов продолжается рассмотрение расходной части окружного бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы. На заседании постоянной комиссии по социальной политике депутаты рассмотрели расходы Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Неницкого округа. Они составляют треть от общей суммы расходов окружного бюджета на следующий год. Расходы предусмотрены в рамках реализации 12 государственных программ. На осуществление деятельности пяти подведомственных учреждений в области соцзащиты планируется выделить порядка 450 миллионов рублей. Денежные средства будут направлены в том числе на проведение текущего и капитального ремонта, возмещение затрат по коммунальным услугам, предоставление денежной компенсации за наем жилых помещений. Кроме того, увеличится штатная численность комплексного центра социального обслуживания. Коллектив пополнится двумя социальными работниками, которые будут работать в сельских поселениях. На мероприятия по содействию трудоустройства подростков на летний период предусмотрено 2 миллиона 400 тысяч рублей. В следующем году запланировано трудоустроить одну тысячу подростков. В 2018 году предусмотрено 5 миллионов рублей на единовременную выплату пенсионерам на капитальный ремонт. Максимальная сумма выплаты составляет 200 тысяч рублей. В прошлом году такой мерой соцподдержки воспользовались 26 жителей округа. Выплата предоставляется, если жилое помещение не признано непригодным для проживания. Также предусмотрены средства по содействию трудоустройства отдельных граждан и возмещение затрат работодателю на создание рабочих мест для инвалидов молодого возраста. Рыба соленая, холодного и горячего копчения, рыбные котлеты и пельмени, условия, в которых готовится продукция рыболовецкого колхоза «Андик», сегодня оценил временно исполняющие обязанности губернатора Ненецкого округа Александр Цибульский. Председатель СПК Алексей Детятев продемонстрировал главе региона работу цеха по переработке рыбы и рассказал о применяемых технологиях производства. Обсуждение перспектив развития рыбопереработки продолжилось в администрации округа. Обо всем по порядку расскажет Ирина Нижалова. В данный цех она поступает, здесь она оттаивает, морская, наша местная, речная. А что это работает? Это селедка. Селедка? Селедка, это здесь, наша речная дель. А там зубатка оттаивает для горячего копчения дальнейшего. Технолог Данил Бараков проводит экскурсию по рыбоперерабатывающим цехам. Знакомство с производством начинается с цеха дефростация. После оттайки рыба поступает на разделку, а затем в цех посолки. Самое интересное происходит дальше, в коптильном цеху. У нас две печи для холодного копчения здесь. Дальняя находится печь, она для горячего копчения. И одна печь для вялких рыбок. Для копчения на производстве используются ольховые опилки. Они придают рыбным деликатесам легкую пикантную горчинку и немного терковатый запах. В кулинарном цеху идет формовка рыбных котлет и пельменей. Эти полуфабрикаты выпускаются с прошлого года, но уже нашли своего покупателя. Вся рыбная продукция реализуется пока только на территории региона. Мы слабо конкурентоспособны с транспортировкой сюда, по большому, чтобы там с теми регионами. Пытались делать, допустим, то есть свежую рыбу, пытались выходить за пределы региона. То есть не получится, не получается. В прошлом году для СПК значимым событием стал спуск на воду и ввод в эксплуатацию современного траулера Печора. Вместе с ним сейчас рыбопромысловый флот организации состоит из трех судов. Также в прошлом году была проведена реконструкция рыбоперерабатывающего цеха, что позволило увеличить выпуск и ассортимент рыбной продукции. «Приятно, что производство на территории нашего округа существует. Это продукция высококачественная, я сам, честно говоря, являюсь ее пользователем, часто покупаю. Делают хорошо, вкусно, качественно, без всякой химии, и это радует. Конечно, нельзя сказать, что тут супервысокие технологии используются для производства этой рыбы, но приятно, что это производство практически полностью перекрывается спросом. Хотелось бы, конечно, выходить за границу нашего региона, в другие регионы начинать поставлять рыбу». После знакомства с производством Александр Цибульский и Алексей Дитятев провели рабочую встречу по вопросам деятельности рыболовецкого колхоза. В частности, они обсудили возможность реализации окружной рыбной продукции за пределами субъекта. Ненецкий рыбоколхоз «Союз» сегодня объединяет семь рыболовецких колхозов. За прошлый год общий вылов рыбы составил порядка 14 800 тонн, а за 9 месяцев текущего года – порядка 12 400 тонн. Выделенные квоты осваиваются окружными рыбаками полностью. Ирина Нижалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Как бороться с одной из популярных болезней 21 века? В Нарейнмаре обсудили проблемы лечения людей, страдающих алкогольной зависимостью. Где и в какой срок можно победить болезнь, рассказали сотрудники реабилитационного центра. Высокая оценка от независимых экспертов. Дом культуры поселка Красное занял первое место в рейтинге лучших организаций культуры и образования региона. Ненецкий округ получит федеральную субсидию на создание в общеобразовательных организациях сельской местности условий для занятия физической культурой и спортом. Средства будут выделены в рамках госпрограммы России развития и образования на 2013-2020 годы. Учитывая софинансирование из окружной казны, объем бюджетных ассигнований планируется в размере 5 млн 288 тыс. рублей. Как уточнили в Департаменте образования, культуры и спорта Ненецкого округа, 62% средств будут выделены из федерального бюджета. Оставшиеся 38% из бюджета Ненецкого округа. Именно такая сумма заложена в главном финансовом документе региона на 2018-2020 годы, рассматриваемом в собрании депутатов Ненецкого округа. По итогам регионального смотра конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитию массового спорта среди школьных спортивных клубов общеобразовательных организаций на селе отберут 9 клубов. Именно они и будут оснащены необходимым спортивным инвентарем, оборудованием и игровой спортивной формой. В частности, на выделенные средства планируется закупить форму для занятий баскетболом, мини-футболом и волейболом, качественные мячи для различных видов спорта и лыжный инвентарь. Наша задача – мотивировать образовательные организации, в которых школьные и спортивные клубы отсутствуют, на создание таких структур. Для спортивных клубов, организованных при школах, участие в конкурсе на получение господдержки – хороший стимул для повышения качества собственной работы. Но главное, что поддерживая работу спортивных объединений такого формата, мы сможем привлечь школьников к систематическим занятиям физической культуры и спорта, сказал глава НАО Александр Цибульский. При этом мероприятия по оснащению школьных спортивных клубов спортивным инвентарем и оборудованием не ограничиваются 2018 годом. В 2019-2020 годах планируется продолжение в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Школьный и студенческий спорт». Ненецкий округ входит в список регионов с наибольшим количеством людей, страдающих алкогольной зависимостью. Вместе с нами в этом списке идут Ямало-Ненецкие и Чикотские автономные округа, Республики Карелия и Саха-Якутия, Сахалинская, Магаданская и Брянская области. В нашем регионе с 2015 года люди с диагнозом «алкоголизм» могут получить квалифицированную помощь в Тсковской области, в реабилитационном центре «Ручей». Сегодня сотрудники центра собрались за одним столом с Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты, представителями общественных организаций и лечебных учреждений, чтобы в очередной раз обсудить одну из самых острых проблем 21 века. Надо с тобой, дорогой товарищ, чтобы ты начинал понимать, каким образом происходит механизм употребления. Как тебе приходит это чувство, что надо выпить. Потому что чувство, которое ты называешь «надо выпить», называется на самом деле по-другому. Потому что, как говорят наркомания и алкоголизм, это болезнь замороженных чувств. Сотрудник реабилитационного центра для людей, страдающих алкогольной и наркозависимостью Юрий Стреколовский, делится опытом работы с наринмарскими коллегами. Центр «Ручей» – один из лучших реабилитационных учреждений в России с показателем 70% излечившихся. Там созданы все необходимые условия для прохождения лечения. С 2015 года окружные власти тесно сотрудничают с центром. Желающие изменить свою жизнь в лучшую сторону могут пройти реабилитацию за счёт средств окружного бюджета. Такую возможность предоставляют в Департаменте здравоохранения. Люди, страдающие наркотической или алкогольной зависимостью, а также употребляющие психотропные средства и лица, освободившиеся из мест лишения свободы, могут воспользоваться сертификатом. Получение сертификата носит заявительный характер. Если человек сам пришёл к нам и захотел получить сертификат, то он его получил. Как я озвучила, к нам пришли 25 человек за 3 года. Но из них уехали 23, не выдержали вот этой программы. Ну и сейчас получается 17 уже закончили за 3 года полную реабилитацию. Опять же, и один человек находится в настоящее время в ручье. Есть хорошие истории, положительные. Истории есть хорошие, да, потому что есть люди, работают, есть часть людей, которые уходят, и даже, наверное, это больший процент уходит в волонтёрство. Чтобы получить документ, необходимо встать на учёт в поликлинику, получить справку врача о наличии наркологического заболевания и показания к проведению курса социальной реабилитации. А далее заполнить заявление о выдаче сертификата, сумма которого составляет 198 тысяч рублей. Максимальное время лечения – 180 дней. Реабилитацию можно проходить один раз в год. Если по каким-либо причинам у человека случился рецидив, повторить курс лечения можно, но уже в последующие годы. Конечно, срывы у людей с таким диагнозом случаются часто, но вылечиться можно. На своём примере доказал бывший пациент центра, а теперь его сотрудник Денис Константинов, который в прошлом тоже страдал алкогольной зависимостью. С центром я познакомился, конечно, совершенно случайно, благодаря такой ситуации, которая, наверное, привела меня уже на больничную койку. Пройдя полный курс реабилитации, у меня жизнь менялась по-другому, благодаря внутренней программе. Что там за программа – это уже отдельный разговор, и она занимает, конечно, времени, должна занимать не менее трёх месяцев в центре и трёх месяцев после лечебной программы. Только этот срок даёт какие-то положительные результаты. Положительные результаты, по словам Дениса Александровича, есть и у ненецких пациентов. Главное – иметь желание. Хорошая финансовая поддержка уже есть. Ведь наш регион – один из первых в России разработал программу по поддержке лечения наркозависимых. А это значит, люди, столкнувшиеся с такой бедой, теперь не останутся один на один со своей проблемой. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Дом культуры посёлка Красное признан лучшим по итогам независимой оценки качества работы учреждений образования и культуры. Всего в 2017 году в перечень организаций Ненецкого округа, качество оказываемых услуг которых подлежало независимой оценке, вошли 50 учреждений образования и 17 культуры. Всего были опрошены более тысячи человек. По итогам аналитического отчёта оператора, выполнявшего исследование, наибольшее количество баллов получил Дом культуры посёлка Красное. Из 160 максимально возможных ему было присвоено 152 балла. Второе место между собой поделили детский сад «Семицветик» и Пустозерский центральный дом культуры. Они получили по 148 баллов. На третьем месте средняя школа номер 2 Наринмара с углублённым изучением отдельных предметов со 146 баллами. Также наилучшие результаты по итогам независимой оценки показали среди дошкольных образовательных организаций Центры развития ребёнка, детсады «Солнышко» и «Радуга». Среди общеобразовательных организаций – Ненецкая средняя школа имени Пырерки и школа посёлка Шойно. Среди учреждений дополнительного образования детей – детско-юношеский центр «Лидер». Независимая оценка позволяет получить реальную картину в сферах здравоохранения, культуры и образования, что в дальнейшем поможет выстроить работу по устранению выявленных недостатков в их работе. Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть новости можно также на нашем сайте по адресу www.trk.sever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.